приветствую всех кто заглянул ко мне на канал с вами елена да девочки видео стало выходить очень редко один раз в неделю оправдываться не буду но все мы знаем что огород это дело такое один день год кормит но еще учитывая что я вышла на работу с 22 мая работаю теперь хоть у меня не полный рабочий день но я работаю шесть дней один день у меня выход на воскресенье так но сегодня вот я с работы все-таки решил у меня ребенок пошла в пришкольный лагерь поэтому я после работы у меня время есть теперь немножко своем графике у нас очень жарко 28 я так думаю что будет даже больше в такую жару работать в огороде я не буду поэтому уделю время вам и сниму отчет по совместному проекту носочная коробочка дети носочная коробочка 2021 этот совместный проект организовала екатерина шурм и он стартовал с октября месяца прошлого года двадцатого и продлится до конца этого года двадцать первого к нам до сих пор поступают новые участницы все ссылочки будут в инфобоксе как на участниц так и на организатора этого совместного проекта и по условиям мы должны на конец года чтобы в нашей коробочке носочной находилась 15 пар ну либо находилась либо мы конкретно связали показали фотографии может быть мы же можем и в подарок вязать поэтому условия такой одна пара в месяц у меня сейчас в коробочке раз два три четыре пары но это в коробочке а я связала на данный момент уже 10 пар сейчас у нас идет восьмой отчет как я поняла если не ошибаюсь конечно потому что я поступила в этот совместный проект а с февраля месяца двадцать первого года поэтому я стараюсь девочек догнать и у меня вяжутся носочки не только в коробочку но еще и на подарки детям своим вот я вязала сыновьям и в общем но я хочу чтоб у меня в коробочке на конец года действительно находились 15 пар так ну ладно вступление слишком затянулась приступим к работам кстати мы можем вязать не только носочки но если дочки тапочки вот носочные стили и так приступим значит за май месяц я связала две пары первая пара это вот такие тапочки из пряжи подмосковные у меня из такой пряжи связаны носочки это вот остатки и себе на тапочки потому что сейчас у нас топление отключили и вот тепло вот такое стоит дня два и опять на выходные обещают у нас похолодание и ливневые дожди с сильным ветром поэтому дома может быть холодно я всегда хожу в тапочках в таких вот но еще учитывая что у нас воду горячую отключили дадут наверное выходные вот 5 6 может быть может быть и раньше надеюсь вот поэтому тапочки это меня первое такое необходимое для моих ног я не так носки как тапочки люблю связала я их пяточкой бумеранг я один раз попробовала эту пяточку теперь ее вижу на будущее хочу попробовать другие способы вязания пятки но пока это мне нравится очень удобно быстро и на ножке сидит замечательно в общем пряжа подмосковная эти тапочки уходят в коробочку так следующая пара это носочки их я вязала из пряжи ализе супер вошь по составу это пряжа 75 процентов 6 25 процентов акрил рекомендуют вязать спицами 24 я носки все вяжу спицами номер три знаете вот я достала из коробочки носки которые я вязала из накобуха и хотела бы их немножко сравнить по как сказать по по моему мнению это лично мое мнение вот это накобуха мне понравилась пряжа намного больше хотя вот что и знак обуха что из ализе супер вошь и носки я вижу первый раз в накобуха узелков у меня встречалась намного реже по моему даже только один узелок получился у меня но вот в этом у меня встречались дефекты в толщине нити встречались узелки и не знаю не могу пока сказать как они будут носки но плюсов это пряжи все-таки есть мне понравилось что несмотря на то что вот видите здесь толще здесь тоньше и здесь вот полосочка намотка совсем другая получается да но все равно рисунок совпал практически совпал рисунок здесь не вязала от резиночки и мне понравилось что рисуночек совпал и это даже очень здорово немножко вот по пятке здесь получилось что не так как здесь но все равно не нравится вот в этом да посмотрим конечно как они будут носки эти носки еще не стирала а эти уже постиранные не очень мягкий вот и мне вот осталось здесь не знаю по весу сколько у меня нет кухонных весов но я думаю что на маленькие носочки мне хватит связать для дочи если нет даже то я добавлю у меня немножко осталось водопад еще есть есть на кобоха по моему там совсем маленький моточек добавлю в резинку дать видите это вот то что толщина нити да вот здесь если вы заметите вот здесь вот есть я не могу показать вам камеры руки в кадре потому что во первых не очень приятно показывать руки огород работа вот небольшой дефект и есть но это не критично это не критично для носок для ног это принципе не на продажу это для себя еще одна пара почему вот я такое сделала сравнение что это пряжа что это они обе носочные в принципе в принципе если не придираться они мне обе нравятся несмотря на то что на кобох у меня не совсем получилось стаковать рисуночек да тут вот маленько сбой получился это тоже для меня не критично ничего страшного я даже у меня есть какие-то носочки разные обязала для женщины знакомы там пряжа подмосковная на носочки разные получились по цвету расположению полосок это тоже как-то нет но просто как бы либо ты вяжешь носки или изделия когда вот ровно до идет пряжа без всяких этих либо получается что там кто узелок там какая-то смотка там какая-то непонятно толщина нити меняется просто это как бы для нас для вязальщиц я не знаю как для остальных я конкретно только для себя говорю не очень приятно такой вот но я не придираюсь еще раз говорю я очень довольна и после стирки я посмотрю как они будут так также мягкие или не поменяет свою структуру хотя вот по отзывам девочек я знаю что они также мягкие становятся как и на кабуха в носке посмотрим в носке посмотрим еще раз говорю пряжа я довольно довольно но как и везде есть свои небольшие недочеты поэтому просто относиться спокойно и без придира не до таких вот в общем ложу все в коробочку однако коробочка будет мне маловато надо мне было побольше коробочку приобрести для носочек или я их положу по-другому или не знаю в общем вот она у меня уже полно сейчас на данный момент у меня 1 2 3 4 5 6 пар 5 пар носок и 1 пара тапочек ну и по планам на следующий месяц то есть вот на июне естественно конечно же я буду вязать на тапочки несмотря то что летом мне была подарена вот такая вот пряжа деревенька от пехорки по составу здесь идет стопроцентная шерсть 100 грамм 250 метров и цвет темно-зеленый светло-зеленый я хочу связать носки резиночку сделать допустим полоски светлые будут основные темные носки и наоборот полоски темные основные носки светлые потому что мы только таких два моточка и сначала одну пару свяжу там посмотрим если останется буду комбинировать если не значит свяжу маленькие и довязать вот эту пряжу кстати я вам наверно по метражу не сказала да 100 граммах 420 метров так же как и знака бог на рисуночке вообще шикарно показаны носки полосатиками такими кстати здесь и шапка шарфом тоже девушка вот это вот по планам на июне в общем две пары еще хочу связать одну маленьких и одну пару вот из этой пряжи все мои хорошие на этом я заканчиваю свой отчет спасибо вам огромное что вы не оставили меня что вы со мной ко мне приходят подписчики и тех девочки кто меня теряет не терять все мы понимаем что такое время что нужно садить огород нужно готовиться в зиме поэтому я с вами я всегда на связи в инфобоксе есть все мои контакты группы где можно мне написать личные сообщения если вам интересно как у меня протекает жизнь и где я потерялась в общем вот кто спрашивал про настеньку настеньки сняли гипс все хорошо и она теперь с 1 июня со вчерашнего дня ходит в пришкольный лагерь у них там мероприятие расписано на каждый день и вчера у них было мероприятие посвященное дню защиты детей сегодня у них выход в библиотеку детскую у них там будет уже свою программа ну и так далее нам в группу скидывают информацию на неделю и каждый день ребенок занят поэтому все хорошо четверть мой год закончил она у меня замечательно теперь мой второй класс я надеюсь дальше также будет поэтому все хорошо у нас все замечательно самое главное вы себя берегите и вам желаю я здоровья что все у вас тоже было хорошо все мои пока пока пошла заниматься домашними делами вечером в огород темы до связи пока